Ну что, ребята, это уже второй выпуск, снятый на iPhone. Сейчас, три часа назад, я выложил видосик с покупкой M5, но знаете, что я хочу сказать? Не позволяют мои творческие руки продолжить снимать на эту камеру, поскольку все-таки я посмотрел его, мне не нравится. И я хотел поехать купить просто обычную экшн-камеру Sony, как снимают, опять же, многие. Но я посоветовался, и я еду за очень крутой камерой, которая будет снимать достаточно в крутом качестве. И на ней можно делать даже пост-продакшн хороший, то есть и она маленькая и удобная. В общем, сегодня будет анпакинг. Ну что, я приехал в фотосклад, сейчас посмотрим. Ну какая она, пися просто. Сейчас приобретем кинокамерку и сниму уже, как выйду, что у нас получится. Надеюсь, она здесь есть в наличии, на сайте показывала, что есть. Короче, что, сейчас сяду в машину и сниму вот такая вот штука. Короче, все в подместе с флешкой запасной. Вышло 64100. Это не сильно дороже, чем обычная, короче, экшн-камера Sony, она 140. Это уже такая полноценная мыльница, если вы посмотрите на нее обзоры, то вы поймете, что это, короче, чисто камера от Sony для блогов. Я взял ее еще в белом цвете. Так, вот такая вот штучка. Ну что, я вписываюсь, пацаны. Ну, в общем, будем тестить. Так, ну что, вот сейчас мы как раз-таки проверим камеру, как она пишет звук, потому что на улице адский ветер. Начало ролика было снято на iPhone, сейчас вы смотрите кадры на мою новую камеру для вложиков. На улице происходит полный апокалипсис. Давайте я, наверное, вам покажу M5, потому что в первом видосе особо-то вы ничего не поняли. Там на iPhone было все так сумбурно снято. Так, поскольку я прописан в Красноярске, конечно же, номер у меня будет с 124 регионом. Какой попался? ССК. Можно даже подумать, что это Следственный комитет. Давайте посчитаем количество M5. Моя. Мы сейчас заходим в АДС. Кстати, одна из них продается, я вам сейчас покажу. Возможно, на момент выхода ролика ее уже не будет. Это машина одного известного чувака, который играет в Майнкрафт, и у него 8 мультов на Ютубе. Короче, M5 раз, M5 два. Здесь еще есть вот такой... Nissan Juke 3. Здесь есть, короче, очень прикольный Lexus RCF. Их очень-очень мало. Вот такой вот какой-то тут психодел, я не знаю, это примеряют. Красивая тачка, но она дико бесполезная и дико дорогая. А есть еще вот такой LC500. Кто подписан на мой инстаграм, знают, что я хотел себе такую машину, потому что она дико круто нарисована. У нее очень красивые формы, но нынешний рынок ее говорит о том, что она не стоит своих вообще денег абсолютно никак. Сейчас я вам покажу M5, которая продается Роме Лу-Ложки. Это 19-го года машина. Отличие, короче, ее знаете в чем? В том, что у нее рез табло, что мне и нравится, и не нравится. Напишите в комментариях, вам нравится больше такое табло, или же как у меня. Точнее, не табло, а приборка. Ну и у него фары уже лазерные. Короче, машина стоит 7700, но у нее, правда, состояние тоже новое. Короче, я на самом-то деле M5 попса, как вы все и говорили, но я не мог себе отказать в покупке такой машины. Мне моя нравится. Чисто такая такси черная, неприметная. Нет, все-таки я хочу вам показать, что происходит на улице. Малоомывающей жидкости. Ну-ка, камерка моя, суперкамерка, передай. Вот так валит снег. Это, если что, Невский. Такого Невского я не видел ни разу за 6 лет проживания в Питере. Так, ребят, ну как-то вот так начинается мое утро. У меня здесь на кухне стройка полным ходом. Сейчас я вам расскажу, что у меня здесь будет, а будет здесь кое-что интересно. Здесь мой балкон, который уже почти заканчивается. И здесь будет настоящая, крутая, стримерская. Будет стоять комп, будет очень крутой свет, будет шумоизоляция. И на этом балкончике я смогу вам круто стримить. Еще не знаю, что. Возможно, какие-то игры, возможно, еще что-то крутое. Но в любом случае, буквально через месяц здесь все преобразится. Ну, а пока моя кухня выглядит вот так. Так, ребята, сегодня у нас новый день. Мы сейчас едем к очень одному интересному человеку. Вы его многие знаете, наверное, кто смотрит YouTube. Это Ростик, бас, влог, канал. Сейчас снимем его реакцию на BMW M5, потому что он никогда не ездил на вообще M5. В принципе, я дам ему прокатиться, посмотрим, что он скажет. Он катался один раз на М4, и то не на моей. Что происходит? Нельзя материться на YouTube, но это невозможно. Что, Ростислав, баслок. Эксплуатируйте у меня. Гавлений в багажнике M5? Я думаю, нет. Я думаю, что в салон. Они, видишь, в коробках, они чистые, аккуратные. Перфект. Эти диски первый раз и последний будет так быстро ездить. Зато они будут потом стоять в громкой тачке. Мне нравится, что вот так ты газ нажал, типа она какие-то эмоции дает в плане другие. Вообще, я не знаю, мне кажется, никто не может описать такие эмоции, как делаю-то я по поводу M5, потому что я ездил полтора года на M4. Типа там был задний привод, там другие эмоции кардинальные. А здесь мне даже не хочется отключать. Ну, типа, знаешь, типа, о, дать бог, да? Тихо, она не для этого создана. Тихо, она создана что-то, типа, этим, блядь. Устроила катапорту, прости, мое. А нет. Ну, вот это, конечно, стиль у Тиль. Ну, кстати, на видосе у Ростика было жестче. А что в итоге здесь крыло... Что, вы просто его зашпаклюете? Под замену. О, так у тебя все, весь стиль отсутствует. Да, да. Все динамики пока временно сняты. Ну, уже завтра поставим. Они у тебя дома в шкафу же, да? Скажи честно, тебе было ли за то, что ты устроил дома? Нет, соседям, кстати, понравилось в итоге. Они сказали, что они долбили там перфоратором. И музыку было отчетливо слышно, причем это качественно, говорит, сквозь перфоратор. Да, ну это жестко, наверное, если кто не знает, я так покажу. Здесь было, ну тут понятно, что было. А сзади... И сзади полный пи***ц. Пусков. Это так приятно, да? Да. Да, я угадал. Тиль. Бомба, вода будет смотреться? Понял, хочется переложить, да? Сразу. Бля, что за пушки? Это даже лучше, что они светлые, потому что те графитовые, эти сейчас будут на контрасте. Ну что, пацаны, чекайте стилек. Как по мне, эти диски намного выше, чем предыдущие, которые стояли у Ростика. Здесь у него пневма. Сейчас, конечно, машина грязная, не особо хорошо видно, но прям стиль. Все, поедем. Я. Короче, это первый человек, который сел за руль моей машины. Я, по сути, никому не доверял, ни М4, ни М5. Но Ростику доверяю. Потому что он не испытывал, говорит, еще эмоции. Он ездил на М4 чуть-чуть, на какой-то там. На стейдже втором. Вот это все, п***ня. М5, б***ь. Не знаете, что самое смешное? Мне камера голову пережимает. Слишком умный стал. Да. Надо налево будет паять сюда, там прямячок. Совершенно хорошо разгоняется. Ну как Жига на 6.0. Примерно те же. На валах только, да? Да. Да, видите, короче, что на дороге. Все в чиче. Так, ну что, давай с места шлепнем. А с двухпедали она шлепает? Ну, есть ланч, но это надо стабу выключать. А, если просто с двухпедали. Ну, ей не очень приятно будет. Поэтому, я думаю, тебе хватит даже просто гашить. Всрала на еб. Не п***ь она еб. В... мы 150 уже ездим. Дядя, б***ь. Я же тебе вчера сказал, я тебе говорю, может, не так сильно вжимает, но ты, когда смотришь на спидометр, у тебя в голове происходит п***ц. Че, еще раз, давай еще раз. Давай. Б***ь, попробую держать камеру ровно, чтобы упереться, чтобы не было толчка. А, видишь, сень? Да, ну... Она реально после 5.5 подрывается очень сильно. Понял? Приход. Я даже запинаться стал, когда говорить. Я даже говорить ничего не хочу, мне очень нравится просто, понимаешь? Мне вот очень нравится ездить туда-сюда и в пол нажимать. Теперь я вообще двойной оператор просто. В общем, для машины реально не хватает... Зацепа. Зацепа. Зацепа раз. Во-вторых, ей не хватает места. Если на М4 здесь ты жмешь газ, и ты уже устаешь, что ты его жмешь, жмешь, уже понимаешь, что все, она быстрее не поедет. Здесь же реально этот километр, ей его просто дико мало. Она только, блядь, раздувается, только говорит, все, поехали, а ты такой... А сколько у нее по паспорту разгон до сотни? Буду вроде 3.2, но... 3.2? Да. У меня у друга есть стейдж 2, когда-нибудь я тебе тоже покажу. Ну, понял? Вот сейчас быстро? Да. А там... Там... Ну, реально... Смотри, что это сильно проще. Да. Смотри, короче, нажми на кнопку М1 два раза. Все, у тебя включился режим, видишь, типа, спорт плюс, спорт плюс, написано 2ВД. Вон там. Угу. И стаба выключена. Смотри, у тебя механический режим коробки. То есть, короче, ну, просто включи сразу вторую, потому что тут не асфальт, и типа, долбить ее прям не придется. Ну, здесь лед. Здесь, скорее всего, ты на самом деле... Я буду разворачивать. Да, и ты особо-то ничего и не поймешь, потому что... Ну, давай, поехали. Тут типа надо полный привод. Ну, вот согласись, это типа... Это игрушка. Э, почему так легко? Ну, кстати, тебе же беда. Дала. Что ты педалируешь грамотно. То есть, смотрите, чувак просто... Первый раз. Первый раз, да. Просто первый раз сел на М5-ю, и по факту сейчас покрытие, ну, достаточно самое сложное. То есть, это лед, вода, где нету держака, и он спокойно, ну, как бы, держит ее и правильно нажимает газ. Потому что... А вот здесь просто в одном месте прям лед жестко. Короче, ну что, Ростик, скажи свои полные эмоции от М5-й. Ну, короче, едет как 2 литра дизель на арабском Чипе. Да нет, если серьезно, то... Тачка едет огонь. Я не думал, что она так быстро разгоняется. Типа 3 секунды. Сколько это? 3, 2. А теперь дай мне ключи от феры. Вот. Ключ, ключ, обмен. А сейчас будет самое интересное. Так, смотри. На нейтралке стоит? Конечно. Заводится, как Порше. А, да, это я помню. У меня же была дрифтовая жуля. Мне дико нравится всегда запах, короче, у них. Так, блядь. Где это? Во. А на какой мотор у нее? Полтора литра карбюратора. А, то есть у нее есть подсос даже где-то. А, вон он. Но он сейчас не нужен, наверное, нагреты. С Сэппу выжил, чтобы ей было проще, правильно? Все. С подгазовкой. Конечно. Так, держи, ка**пу, я буду нервничать. Давай, давай. А произошел только что обмен ключ в ключ. Вот таксист понял, курит он, даже не понимает, в какой он опасности. Так, ну я тронул, слышишь? На самом деле, оно у тебя хорошо настроенное, типа у тебя... Это сейчас большой, нет? Да. О. Ха, блядь, это охуенно! Вот первая. Ну я не буду кидать Сэппу, потому что, типа, это жалко. Ну припаркуйся, я тебе сейчас покажу. А что случилось? Она не вотклась? Не-не-не, просто затормози пока. Я сломал? Нет. А, все, я вижу, белая. Так, вот. У нас сейчас летела. У нас провод зажигания. Давай, еще раз по-новой. Первая. Она шлифует. 60. 80. А мы успеем соточку дать. Она поедет. Ты что, убираешь? 100. Только резко не тормозят, а у нас развернет. Да, я ищу тормоз. Делал, делал, делал. О, нашел. Ну ростик, я говорю, он будет ее разыгрывать, и он строит для пацана пацанский ТАСС. Афтас, Лос-Антос Саунд. На, нафиг. Мне вот всегда нравилось вот это. Запас? Да, как она реализована через... Через жбут. Ну и он, короче, балит. Когда у тебя розыгрыш? 28-го уже. Ну, то есть скоро. Скоро-скоро. Через два дня. Сегодня 26-е. После завтра. Когда у тебя ролик как раз уходит. Да? Значит, ее кто-то уже выиграл. Ну, не факт, если мы же вечером будем разыгрывать. Да, да. А у меня будет днем. Да. Все? У вас будет пару часов, чтобы выиграть. От души тебе. Все. За эмоции. За те эмоции. Я полетел. Ну что, ребят, второй выпуск моего влога, который снимается повседневно, подходит к концу. Я надеюсь, вам нравится. Это, так сказать, большой лайв. Здесь больше разговоров, больше какого-то движника. И на этом мы будем заканчивать. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Здесь будет очень много всего интересного, потому что буквально через две недели вы уже увидите новый лук моей М5, поскольку она сейчас как такси. Но скоро она будет просто разрывать пуканы на улице, потому что это будет самая стильная М5 в России. Все. Погнали.